Актуальная интервью Какие ожидаются предварительные итоги в целом по промышленности в республике? В целом в республике промышленность этот год прошел хорошо, можно сказать, завершается. Основные показатели мы планируем, что будут достигнуты. Это по добыче нефти более 10 миллионов тонн, по добыче газа порядка 2 миллиардов метров кубических, по добыче угля больше 17 миллионов тонн, по добыче золота порядка 24 тонн. То есть по добыче алмазов у нас небольшие проблемы были в связи с аварией на подземном руднике «Мир». Сегодня руководство акционерной компании, инженерный состав говорит о том, что на других объектах были произведены пересмотры планов, наращены объемы добычи. И я думаю, что в этом году мы в плановые цифры тоже войдем по акционерной компании «Алрос». Какая отрасль промышленности на данный момент показывает наиболее положительную динамику роста? Сегодня у нас большой прорыв идет в части добычи угля. В рамках развития угольного комплекса в Южной Якутии. Это компания «Колмар» активно строит обогатительные фабрики, активно строит подземные шахты. А также компания «Эльгауголь» развивает ильгинское месторождение. Это компания группы «Мечил». В этом отношении положительные сдвиги и объемы, конечно, 17 миллионов. Это львиная доля, конечно, это Якутия, Южная Якутия, я имею в виду. Также у нас активно идет развитие газовых проектов. Это освоение Чиндинского месторождения. Сегодня «Газпром» активно это месторождение разбуривает, подготавливает к эксплуатации. Активно строится у нас магистральный газопровод «Сила Сибири», который в дальнейшем будет с Чиндинского месторождения газ транспортировать за пределы республики Саха-Якутия. В этом отношении, я думаю, большой прорыв мы увидим уже после 2019 года, когда уже заработает вся эта система. Но, тем не менее, сегодня активно вкладываются средства и активно идет разработка месторождения этого, подготовка к разработке. Также активно развивается у нас нефтяная промышленность. Компания «Сургутнефтегаз» наращивает объемы, как объемы по запасам, так и объемы по добыче. Помимо этого, дочерняя компания «Роснефть» «Тосюряхнефтегазодобыча» активно разбуривает месторождение. Сегодня они построили вторую нитку нефтепровода, врезались в СТО. И сегодня они могут активно наращивать объемы. Я думаю, что в следующем году, в 2018, практически будет в два раза с лишним увеличение по добыче. Ну и помимо этого, конечно, у нас другие компании подтягиваются. Вот недавно Иркутская нефтяная компания приобрела актив на территории Мерлинского района. Планирует сейчас это месторождение также разбуривать и в дальнейшем добывать там нефть в достаточно серьезных объемах. То есть вот такой углеводородный сектор у нас активно развивается сегодня. Андрей Анатольевич, в этом году было подписано соглашение сингапурской компанией по западно-анабарскому лицензионному участку. Какая сейчас ведется работа на данном участке по разработке? Действительно было подписано соглашение об участии, возможном участии в этом проекте иностранных инвесторов. На данный момент ситуация такая, достаточно, Анабарский район, сами понимаете, достаточно далеко находится. Сложная транспортная инфраструктура, серьезные капиталовложения требуются для разработки месторождений. Поэтому местным компаниям необходимо привлекать дополнительный капитал для того, чтобы вывести на проектные мощности эти месторождения. Сегодня у нас заканчивается елгоразведка на данном участке, проходит интерпретация полученных ранее исследований. И вот эти все документы были направлены ожидаемому инвестору для оценки, для рассмотрения, для принятия уже дальнейшего решения, будут они участвовать в этом проекте или нет. Ну, достаточно неплохие, там у нас не месторождение, там у нас ресурсы в случае подтверждения запасов. Потом в дальнейшем это будет открытие месторождения, постановка запасов на баланс. И в дальнейшем, я надеюсь, что все-таки придет инвестор, и мы будем создавать промышленности и в том регионе в части добычи углеводородов. В этом году вам перешли полномочия по геологии. И в этой связи хотелось бы спросить касательно добычи мамонтовой фауны. Вот скажите, пожалуйста, какое, возможно, федеральное законодательство, ну, что в федеральном законодательстве, вернее, нужно изменить для того, чтобы легализовать, так скажем, этот бизнес? И наоборот, какие полномочия, на ваш взгляд, нужно передать региону для того, чтобы контролировать его? Ну, действительно, у нас идет на территории республики Саха-Якутия, ну, по закону вообще идет сбор мамонтовых бивней, да? Это сбор с поверхности, без применения каких-либо технических средств, мотопомп, там и землеройной техники и так далее, это по закону. Ну, действительно, надзор немножко у нас в этом отношении хромает. Дело в том, что федеральные органы власти передали на уровень субъекта лишь часть полномочий, в части выдачи лицензии, но контроль весь оставили за собой. И об этом они сами открыто говорят, о том, что у них, к сожалению, не хватает средств и численности для того, чтобы, ну, со всей ответственностью, значит, вести надзор за этой деятельностью. Поэтому они также заинтересованы по передаче и этих полномочий на уровень республики Саха-Якутия. В дальнейшем, я думаю, будет делегирование этих полномочий, в том числе на уровень муниципалитетов, потому что именно в районах это все происходит. Именно районные власти более осведомлены, значит, на каких участках, какие бригады работают и так далее, и могли бы вести надзор и контроль за этим. Со своей стороны мы ставим вопрос перед федеральными органами власти как раз по передаче этих полномочий. Помимо этого, необходимо внести в нормативные акты ряд изменений, ну, в том числе определение такого порядка, как коммерческий сбор бивня мамонта, потому что сегодня он прописан как, ну, сбор, скажем, коллекционных материалов. Кроме того, мы предлагаем отнести вот эти скопления, да, мамонтовой кости к участкам недр местного значения. То есть тогда эти полномочия будут республиканскими. Здесь мы можем получать дополнительный доход НДПИ, да, который пойдет в том числе и в бюджеты муниципальных образований. Они будут заинтересованы, чтобы контроль был жестче в части добычи законной на их территории. Ну и помимо этого, конечно, мы прорабатываем вопросы по налаживанию рынка сбыта, в том числе развития переработки на местах, я имею в виду в республике Саха-Якутия, переработки бивней мамонта, получение каких-то сначала полуфабрикатов, конечной продукции, касторезное производство, развитие и так далее, и так далее. Эти направления мы отрабатываем с рядом министерств. Ну и опять же по науке есть несколько вопросов, которые сегодня тоже рассматриваются в рамках решения вопроса о, скажем, легализации и стабилизации работы по сбору ископаемой мамонтовой фауни на территории республики Саха-Якутия. Дело в том, что у нас достаточно широкие запасы, порядка 80% вообще мировых, как говорят, у нас запасов. Поэтому кости много и необходимо все-таки нормально вести этому учет. Но при этом мы отдаем себе отчет, что большая часть местного населения за счет этого бизнеса, ну как-то живет, гормит свои семьи и так далее, и так далее. Поэтому здесь нужно найти такой хороший баланс для того, чтобы у нас и население создавались рабочие места, чтобы не потеряло свой доход. Но при этом бизнес вышел из нелегального состояния в легальный. Андрей Анатольевич, возвращаясь к промышленности непосредственно. По итогам Всемирного экономического форума компания КИДЖИКЕ открыла в Владивостоке фабрику по огранке алмазов. Скажите, скажется ли это на показателях республики по огранке? Компания КИДЖИКЕ на территории республики представлена в качестве компании ДДК. Сегодня компания ДДК является, несомненно, лидером по огранке алмазов на территории республики Саха-Якутия. Но вот эти два проекта мы между собой, скажем, в плюсах и в минусах не особо связываем. Почему? Потому что у нас компания ДДК сегодня работает независимо от того филиала. У них есть определенные договоренности по поставкам от акционерной компании Алроса сырья. Сегодня компания ДДК, несмотря на то, что КИДЖИКЕ открывает там, ну, открыла там фабрику, здесь на территории республики Саха-Якутия приобрела здание. Раньше они были в аренде, да, у них. Значит, сегодня там делается ремонт, завершаются работы по реконструкции цехов. Значит, закуплено новое оборудование и планирует компания ДДК наоборот нарастить объемы в республике Саха-Якутия по производству бриллиантов в Якутии. Поэтому здесь эти проекты с минусом, я думаю, не стоит связывать, это немножко некорректно. Со своей стороны, когда на Восточном экономическом форуме открывалось вот это производство, я там был на открытии, общался с президентом компании, мы обсуждали, я имею в виду гранильная компания, мы обсуждали вопросы развития ограниченного производства как раз в республике Саха-Якутия. И поступило от КИДЖИКЕЙ предложение, что они готовы обучить наших якутских ребят, порядка ста человек у себя в Индии за свой счет, для того, чтобы они потом вернулись и работали здесь, на территории республики, на компании ДДК. Поэтому этот вопрос сегодня мы порабатываем совместно с нашими коллегами с Министерства образования и науки, с Государственного комитета по занятости населения. И я думаю, что в ближайшее время он получит свое развитие. Сейчас готовится дорожная карта. Андрей Анатольевич, я благодарю вас за беседу, эфирное время завершается. А нашим телезрителям я напоминаю о том, что у нас в гостях был министр промышленности и геологии республики Саха-Якутия Андрей Панов. Оставайтесь на нашем канале, будьте в курсе событий вместе с нами, и мы обязательно обсудим все самые важные темы. Всего вам доброго, увидимся. С вами был Игорь Негода.